Здравствуйте, я Олег Базлов. Сегодня я познакомлю вас с таким вот замысловатым изделием. Что это такое? А это у нас станок для заточки сверл марки Redverg. Станок имеет компактные размеры, предназначен для заточки сверл от 3 до 12 мм. С шагом 0,5 мм. В станок уже встроен электродвигатель и точильный камень. Для того, чтобы заточить сверло, необходимо вставить его в одно из отверстий. Очень часто на сверлах не видно маркировки, и при неимении под рукой штангенциркуля мы не можем определить его реальный диаметр. Здесь нам поможет как раз калиброванное отверстие. Например, пробуем, 8 мм не лезет, 9 мм лезет, а 9,5 мм уже молотается. Поэтому делаем вывод, что это сверло 9 мм. Для заточки вставляем сверло в выбранное отверстие и затачиваем одну из граней. Потому что точильный камень имеет скос только с одной стороны. Вставляем сверло, удерживаем его одной рукой, а второй приподнимаем точильный камень. И такими вот движениями подтачиваем. Лучше делать не более трех движений, чтобы одну грань не сточить слишком сильно. Затем, после того, как мы заточили одну грань, вынимаем, контролируем, грань заточена. И разворачиваем на 180 градусов, для того, чтобы заточить вторую грань. После того, когда мы сверло заточили, мы смотрим, насколько ровно и одинаково заточены обе грани. Ну и теперь давайте попробуем на практике это все сделать. Не забываем о технике безопасности. Поскольку здесь нет явных вращающихся предметов, и сверло не особо острое, то я работаю без перчаток. Включаю станок. Таким способом можно восстановить очень сильно затупленные сверла. Хочу отметить, что идеальной заводской заточки, или заточки, которую может сделать профессионал, таким станком сделать не удастся. Но этот станок поможет вернуть к жизни и к работоспособности сверла, которые вы уже собрались выкинуть. То есть, это устройство сэкономит вам значительную часть деньги на покупку сверл. Большое сверло мы заточили. А сейчас попробуем заточить сверло небольшого диаметра. Конкретно вот это сверло 5 миллиметров. Сейчас пробуем просверлить металл. Все, замечательно получилось. Надеюсь, это видео было полезно для вас. До новых встреч с электроинструментом RedWerk. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова